Своё развитие тема сельского хозяйства получила не только на региональном уровне. Накануне в Первопрестольной открылась традиционная ярмарка натуральных продуктов из Чувашии. Чем удалось поразить жителей столицы и как они приняли наших фермеров? С подробностями Дмитрий Ковалёв. Когда на улицах Москвы выступает Чувашский ансамбль, даже случайные прохожие не могут удержаться и пускаются в пляс. Такое действительно не каждый день увидишь. Удивлять жителей Первопрестольной артисты настроены до конца недели. Всё это время в столице будет работать ярмарка продуктов из Чувашской республики. Сюда, на Семёновскую площадь, приехали не только крупные предприятия, но и фермеры. На прилавках свежие овощи, ягоды, фрукты и не только. Члены московского правительства особенно долго задерживаются у витрины с мясными деликатесами. Из мочевого пузыря барана или бучка и внутренности. И особенность в том, что этот продукт очень длительное время хранится, очень много питательных веществ и по вкусовым качествам намного, то есть очень сильно отличается и от классической колбасы. Шортаны и Чувашские колбасы на московской ярмарке разлетались, как горячие пирожки. От желающих приобрести медовые лакомства тоже не было отбоя. Христофор Макаров уже не первый год торгует столицей тем, что собирает на личной пасеке. Фермер говорит, таким продуктам никакой рекламы не требуется. Мед из Чувашии в Москве славится не хуже башкирского. Ну сейчас в последнее время что начали? Действительно уже прибавилось к меду, продуктам Чувашии, не только меду. Уже стали покупать пыльцу цветочную для повышения иммунитета. И пользуются, дают людям после операции, детям, остающим развитие и спортсмены употребляют. Популярностью в Москве начали пользоваться и валенки. Мастерица народных промыслов Раиса Удалова привезла на ярмарку более 40 пар обуви. Женщина вышивает на них оригинальные узоры. В таких валенках не стыдно и по улицам столи сощеголять. Это очень незаменимая обувь. Она лечебная, она морщины всякие на ногах, всякие трещинки убирает, лечит ноги, суставы. Но большинство фермеров привезли на ярмарку плоды осеннего урожая. Зная толк в экологически чистых продуктах, сюда пришла и москвичка Мария Полякова. Девушка признается, что такого изобилия на прилавках увидеть не ожидала. Магазины, которые торгуют деревенскими овощами и фруктами, в столице можно по пальцам пересчитать. Видно по нему, что не какие-то там зеленые пластмассовые яблоки или какие-то овощи, а все натурально. И хочется есть натуральные продукты, кормите семью свою только натуральным. Сейчас овощи купила, сейчас пойду за фруктами. В правительстве Москвы фермерам из глубинки дают зеленый свет. Торговые места на уличных ярмарках предоставляют безвозмездно. Для жителей Первопрестольной это хорошая возможность приобрести натуральные продукты по ценам в три раза ниже, чем в магазинах. Чуваши это, наверное, самые постоянные и самые надежные участники всех региональных проектов, которые реализуются на территории города. И в этом году они нас тоже не подвели. Приехали, привезли свою продукцию, понятную, хорошую, качественную, по достойным ценам. В городе сейчас проходит достаточно большой и серьезный гастрономический фестиваль региональных ярмарок. У нас задействовано 70 площадок. В условиях эмбарго в правительстве Москвы рассчитывают и на долгосрочное партнерство с сельхозпроизводителями из других регионов. Продукция фермеров должна заменить на прилавках столицы импортные товары. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Из Москвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин